Накала страстей здесь не меньше, чем на трибунах Олимпийских дворцов. Несмотря на наставление воспитателя о том, что главное это участие, юные сочинские спортсмены настроены только на победу. Этого же от детей ждут и родители, главные болельщики. Дошкалята явно борются за лидерство в эстафетных играх. Каждый стремится продемонстрировать ловкость, смекалку, быстроту и умение работать в команде. Всему этому ребят учат на занятиях в детских садах. Сегодня физическому развитию воспитанников уделяют особое внимание. Самая главная цель – это показать, как здорово заниматься спортом, что спортом нужно заниматься с детства, что здоровый образ жизни – это замечательно и для детей, и для их родителей. Участники соревнований Олимпийские резервы – это победители районных эстафетных игр. В этом году ими стали воспитанники 36-го, 53-го, 110-го и 122-го детских садов. Мы этого ждали, мы сюда попали, мы к этому стремились, мы очень много приложили для этого сил. Сегодня малыши побывали ловкими хоккеистами, конькобежцами, меткими биатлонистами. Эмоции переполняли как дошкалят, так и их воспитателей. Создание такой спортивной и дружественной обстановки и было главной целью организаторов. В итоге лучше всех с ролью спортсменов справились ребята из 110-го детсада. Серебро досталось малышам из Лазаревского детсада номер 122. Третью ступень пьедестала поделили воспитанники 36-го и 53-го детских садов. Помимо спортивных, ребята проявили и свои творческие возможности. Группы поддержки каждой команды подготовили музыкальные номера. Сочинские педагоги признаются, благодаря уже традиционным соревнованиям Олимпийские резервы, им удается добиваться главного результата своей работы, а это в том числе сохранение и укрепление здоровья детей. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.